Возрождение Лакреевского парка. В старейшей зоне отдыха столицы Чуваши идет реконструкция входной группы. Что самое интересное, новые объекты в точности сделаны по эскизам 60-х годов, когда парк только открывался. Работы в парке завершатся к юбилею города. Вход будет выглядеть вот так. Если двигаться дальше по мосту, то тут уже построена трехуровневая площадка. Точно такая же, как в советское время. Скоро появятся удобные беседки для посетителей, красивые газоны. А на самой высокой точке руководство мечтает разместить аттракцион башни свободного падения. Полная ответственность директора парка на муниципальных аттракционах. Мы со своей стороны контролируем проверку данных аттракционов, правильную установку и обучение операторов. То есть мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы на нашей территории все-таки эти аттракционы были безопасны. Свой взгляд на реконструкцию у депутата Госдумы Леонида Черкесова. Для меня лично это Чебоксары самый лучший город. Ну и парк Лакреевский лес, он тоже, наверное, один из лучших парков. Такую красоту мы должны сохранить. Сохранить те дубы, липы, которые здесь есть. Это, наверное, основная красота. Не вредя природе делать этот парк комфортабельным и, наверное, конкурентосособным со всеми другими парками. 14 миллионов рублей. Такова общая стоимость работы. Большая часть средств из городской казны. Парк Лакреевский лес – это история города Чебоксары. Лакреевский лес получил свое название в честь помещика Лакреева. Это были его угодья. Мне кажется, у каждого чебоксарца есть своя история, связанная с этим парком. Поэтому то, что происходит сегодня здесь, и вы видите входной блок, он ведь не новый с точки зрения идеи. Это восстановление истории того входного блока, который радовал на протяжении многих десятков лет горожан, которые сегодня ваши родители, ваши бабушки и дедушки. Отдыхать интересно и креативно – таков негласный девиз тех, кто занимается досугом детей и взрослых. Уже несколько лет здесь работают интерактивные театрализованные площадки. Со следующих выходных новые герои приглашают горожан и гостей столицы в путешествие по Лакреевскому лесу. Парк Театр – проект под таким названием – реализуется уже в детском парке имени космонавта Андреяна Николаева. У них собственная студия, юные актеры и аниматоры под открытым небом. К юбилею города обновится и эта зона отдыха. Здесь уже можно увидеть новые современные клумбы с элементами сенсорных троп, и это еще не все. Скоро появятся и огромные деревянные игрушки – герои мультфильма «Деревяшки». Изменения к лучшему замечают не только горожане, но и гости столицы. Город очень красивый, очень чистый, народ очень доброжелательный, очень гостеприимный. Вообще нам очень нравится, а мы гости. А вы гости, вы не отсюда? Откуда вы приехали? С Нижегородской области. Все прекрасно, все очень устроено, все очень красочно. Ну, в общем, все располагает к отдыху. Спасибо. Спасибо.